Итак, насколько я знаю, у нас сейчас идет трансляция также на YouTube-канале. Всем добрый день тех, кто смотрит нас в онлайне, те, кто к нам присоединяется сейчас здесь, на Международной Московской книжной ярмарке. Меня зовут Ольга Романова. Я координатор международных проектов в Манеже, в выставочном зале Манеж, но в Санкт-Петербурге. Поэтому, пожалуйста, не путайте. Я сегодня буду много раз говорить Манеж, но это будет Манеж в Санкт-Петербурге. И сегодня я хочу рассказать вам о международном проекте, который мы сейчас готовим. Он называется «Утопия спасенная». Это современная южнокорейская художница Ли Бул. Давайте сразу обратим внимание на название. Я объясню, почему это важно и почему оно звучит, может быть, немножко странно для нашего уха. По-английски выставка будет называться «Утопия saved». В принципе, точно так же. И это дословный перевод этого названия. Сама художница Ли Бул в своем творчестве очень часто и очень много обращается к теме утопий. Но она рассматривает тему утопий как немножко такую ироничную тему. Что-то, о чем мы всегда говорим. Какое-то светлое будущее, к которому мы стремимся. Но, к сожалению, видимо, никогда не сможем прийти. И поэтому мы искали название выставки, чтобы оно отражало вот эту вот иронию, чтобы оно цепляло ухо. И вы думали о том, что «Утопия спасенная» звучит как-то очень странно. Как утопию можно спасти? Первоначально название было «Утопии и фантастические ландшафты». Но непосредственно художнику и куратору выставки оно показалось немножко простым. И поэтому мы начали искать, подбирать какие-то другие возможные варианты, которые мы сможем отразить вот эту вот ту самую иронию, про которую я говорила. Выставочный проект у нас открывается 16 ноября, и он пройдет до 31 января 2021 года. Сейчас я расскажу немножко про выставочный зал «Манеж» в Санкт-Петербурге. В 2016 году «Манеж» переоткрылся. После глобальной реставрации у нас немножко поменьше наш «Манеж» петербургский. Судя по тем площадям, которые здесь есть, я, честно говоря, в московском «Манеже» первый раз. И после переоткрытия «Манежа» в 2016, в июне нам исполнилось 4 года, мы глобально пересмотрели программу, которой занимается выставочный зал. У нас полностью поменялась команда. И сейчас «Манеж» является таким современным кунцхалле, так называемым. И мы стараемся делать упор, конечно же, на международную современную культурную повестку. Потому что если вы не были никогда в «Манеже» в Санкт-Петербурге, то находимся мы напротив Исаакиевского собора. Рядом с нами очень серьезные соседи. Это Эрмитаж, собственно, русский музей. И вся культурная повестка, которая собрана вокруг, действительно очень такая основательная. И мы хотим занять свое место и делаем акцент на современном искусстве, на иностранных художников, но и, конечно же, безусловно, не забываем и художников российских. Нам кажется, что, включая нашу культуру в контекст международной культуры, мы сможем больше и лучше рассказать о том, что происходит здесь у нас в связи с тем, что мы показываем в выставочном зале. В «Манеже», как вы видите, вот первая здесь фотография. Мы открывались, и это были художники, лучшие работы художников с Биеннале. Это был наш первый проект после открытия. Также на территории «Манежа» проходит всегда уже не первый год «Культура 2.0». «Культура 2.0» проходит в рамках культурного форума, международного культурного форума в Санкт-Петербурге. Это очень интересная дискуссия, где мы тоже рассуждаем о том, что происходит не только на российской, но и на мировой сцене. Участниками этого лектория также являются и российские, и иностранные спикеры. Также у нас в «Манеже» есть программа, которая называется «Ньюнау», куратор программы «Кирик Ванна», и на нее мы приглашаем международных специалистов из различных музеев, и точно так же делимся опытом, делимся знаниями о том, как живут в своих городах, что делают разные культурные институции. Вот здесь вот на этом слайде мы решили собрать, собственно, хит прошлого года, выставка, которая состоялась в «Манеже». Это выставка Дейнека Самохвалов. Она была открыта также в ноябре на Международном культурном форуме. Это был абсолютный хит, огромное количество посетителей, большое количество публикаций в прессе, и проект действительно был очень масштабный. Мы собирали работы буквально по крупицам, по штукам в частной коллекции, в российских музеях, не только в федеральных, но и в региональных. И поэтому все два этажа «Манежа» были заняты такой большой-большой ретроспективой творчества Дейнеки и Самохвалова. И мы рассуждали на тему того, противостоят они между собой, как художники, и какой диалог между собой у них происходит. Это было действительно интересно, посмотреть их работы в параллель, рядом друг с другом, потому что и работали они тоже, в общем-то, параллельно, когда они жили и работали в Советском Союзе. Либул. Утопия спасенная. Проект, который мы сейчас готовим. Либул. Вот, можете посмотреть здесь фотография наверху. Современная корейская, ныне живущая южнокорейская художница. Она окончила в Сеуле в 80-е годы университет, Сеульский университет, по направлению скульптура. Тем не менее, в 90-е годы ее первые работы это были перформансы, для которых она изготавливала такие скульптурные костюмы, немножко такие уродливые. Если посмотреть, можно в интернете найти фотографии. И в этих костюмах ходила по улицам, ходила по музеям и устраивала перформансы, чтобы обратить внимание, попросить людей, скажем так, таким образом подумать о месте женщины в обществе, о месте, ну, такое уже, да, это, в принципе, достаточно раннее обращение к феминизму, к феминистической повестке того времени. И творчество Либул состоит действительно из разного количества этапов. И сначала это были перформансы, затем Либул перешла к изготовлению таких, так как она все-таки скульптор, да, больших фигур, скульптур, которые она представляла на своих выставках. На выставочном проекте «Утопия спасенная» будет ретроспектива творчества Либул за последние 10-15 лет. Это новый этап в ее творчестве, на котором Либул делает, изготавливает огромные такие крупномасштабные инсталляции. Я сейчас, сегодня обязательно расскажу и продемонстрирую процесс, как она это делает, потому что это действительно очень интересно, как художник подходит, да, и ищет вот эту вот форму, которой она потом в итоге оказывается. Кураторы проекта тоже из Южной Кореи. Куратор проекта Сун Джун Ким и со-куратор проекта Су Джин Ли. Вот прекрасные девушки. Сун Джун Ким искусствовед. И она оказала очень большое влияние на то, чтобы современное азиатское и южнокорейское искусство в том числе было широко представлено в мире, чтобы об этом говорили, чтобы на него обращали внимание. Сун Джун Ким также является президентом Биеннале в Кванджу, и она также представляла, вела павильон Южной Кореи на Венецианской Биеннале. И я, кстати, еще не сказала, что Либул представляла Южную Корею дважды уже на Венецианской Биеннале. Это было в 99-м году и в 2019-м году, собственно, она делала павильон Южной Кореи. Су Джин Ли — это и ассистент, и помощник, и в то же время она работает сама по себе, также искусствовед, профессор в университете. Она работала и в Америке, и сейчас работает в Южной Корее. И, собственно, вот у нас два куратора на выставке. И они очень плотно в такой вот связке. Мы работаем, собственно, такими тремя большими институциями. Это Кураторы, это студия Либул, потому что, безусловно, я думаю, что мы все прекрасно понимаем, что сегодня современный художник — это не один человек, это группа людей, которая помогает реализовывать проекты художника под чутким руководством. И также мы, выставочный зал «Манеж», полностью всю эту историю продюсируем, привозим, делаем, договариваемся. Все наши совещания, наверное, все-таки, к сожалению, мы проводим по Zoom. У нас там огромная толпа собирается просто, вся студия художника, кураторы, наша команда из «Манежа». И вот мы, значит, обсуждаем наши следующие шаги в рамках проекта. Вот здесь вот на вот этом вот изображении как раз-таки показана одна из крупномасштабных инсталляций, которая у нас тоже будет представлена на выставке в «Манеже». Она называется «Желание быть уязвимым». Впервые она была представлена на Биенале в Сиднее. Это огромный дирижабль. Дальше еще будут фотографии, вы сможете посмотреть, там будут люди, и будет понятен масштаб, насколько они большие по сравнению с человеком. Огромный дирижабль, и вот все, что его окружает, это тоже части инсталляций. Про это я непосредственно про «Желание быть уязвимым» расскажу чуточку позже. Конечно же, у любого крупного выставочного проекта есть партнеры, и я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает наш проект. Безусловно Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Республики Корея, КОФИС. Это организация, которая занимается международным культурным обменом со стороны Кореи, помогает поддерживать корейское искусство в мире. Комитет культуры Санкт-Петербурга, Российский фонд культуры. Также наша выставка «Утопия спасенная» была включена в официальную программу обменного Году культур Российской Федерации и Республики Корея. В этом году между нашими странами, вот видите прекрасные вот эти два значочка, у нас 30 лет установления дипломатических связей, и поэтому в том числе и здесь, на Московской международной книжной ярмарке, у Республики Корея есть свой уголочек, там у них детские книги с иллюстрациями, они тоже таким образом делятся и рассказывают то, что происходит в их современной культуре. Свободные художники Петербурга и логистическая группа «Адмирал» помогают нам в организации всего этого огромного проекта. Рисунки и макеты — это часть того, что будет представлено на выставке в Манеже, которая откроется 16 ноября. Сейчас я хочу немножко рассказать о том, как художница приходит, какой путь она делает для того, чтобы создать вот эти вот огромные крупномасштабные инсталляции. Собственно, начиналось все вот с таких вот эскизов. Здесь представлены три эскиза, вот это вот белый, это один эскиз, к работе, которая называется «Мое великое повествование». Это как раз-таки одна из первых работ вот этой вот крупной серии, которая вышла там где-то 15 лет назад. Она началась с рисунков, с таких вот эскизов. У нас на выставке будет порядка 30 рисунков к разным работам. И таким образом, Либул, проходя стадию рисунка, затем делая руками, собственно, да, я тоже думаю, что вот это вот образование скульптора, оно помогает искать форму. Затем она делает макеты. Макеты будут и из металла, и из различных таких податливых материалов. И через этот поиск она приходит вот к таким вот вещам. Это огромный макет, он 2 метра высотой, который называется «Мое великое повествование, 2005 год». Данный макет находится в частной коллекции, но он будет представлен у нас на выставке. И вот я сейчас вернусь назад, чтобы можно было проследить, да. Вот эти вот формы, которые появляются на рисунках, на этих эскизах, они все приводят вот к такой вот финальной форме. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, скажем так, искусствоведческие, потому что у нас к выставке, я расскажу об этом, будет каталог. Там будут статьи искусствоведов и из России, и из Азии, которые исследуют ее искусство. И про вот этот вот макет «Мое великое повествование» написано очень много, потому что в том числе в своем творчестве Либул обращается еще и к русскому авангарду. Как бы неожиданно это не звучало. Тем не менее, вот здесь вот есть запрятанная, например, башня Татлина, которую мы все с вами знаем, что тоже, в общем-то, возможно, может показаться не очень очевидным. И это еще одна задача выставки, которую мы ставим перед собой вместе с кураторами и вместе с художником, как раз-таки показать связь русского авангарда с искусством южнокорейской художницы. Либул всегда говорит во всех интервью, абсолютно везде, что она вдохновлялась русскими художниками, авангардистами, архитекторами, и поэтому в ее творчестве это всегда обязательно отзывается. У нас будет представлена также серия макетов, которая так и называется «Study for Russian Constructivism». Те макеты, те такие небольшие формы, которые Либул вдохновляли, она тоже что-то пыталась найти, делая вот эти вот макеты руками. Это действительно очень интересно, потому что сколько бы она про это ни говорила, а наша выставка будет первая, где это будет представлено. У нас будет отдельно русский раздел тех самых художников-авангардистов, которыми она вдохновляется. Я расскажу чуть позже тоже об этом. Вот еще один поиск формы. Это очень интересная инсталляция. Она называется «Через отрицание». Вот здесь вот у вас получается слева это огромный лабиринт, который будет представлен. Он состоит из таких зеркальных акриловых панелей, и внутри в нем находятся газеты. И это такая тоже игра с мыслью об утопии, о том, как ты отражаешься в мире, потому что газеты — это новости, которые мы постоянно получаем, мы постоянно видим, пропускаем их через себя. И вот мы проходим через этот лабиринт, и кем мы становимся внутри него. Поиск формы, макет инсталляции «Через отрицание». Видите, вот эти вот нарезанные такие вот опоры этого лабиринта как раз-таки отразились вот в этом вот макете. И таких работ самих вот макетов, их будет тоже достаточно много, порядка 25-30 макетов на выставке. Они совершенно разных размеров, по-разному экспонируются, по-разному выставляются, но мы также сможем проследить, потому что здесь в презентации не все работы, которые будут представлены, тем не менее, как художница к этому приходила. Желание быть уязвимым. Как раз тот самый огромный дирижабль, про который я уже говорила. Вообще тема дирижабля для Либул и для ее творчества очень важная, потому что это такой знаковый период 20-30-х годов, когда во всех странах, не только в России, в Германии появлялись дирижабли. Это был транспорт будущего и модернизм, про который мы все рассуждали и думали о том, что вот мы все прилетим в это светлое будущее, оно обязательно нас застанет, точнее мы обязательно его застанем. И дирижабль был таким неким огромным символом в разных странах того, что мы куда-то движемся, вот он прогресс, вот она индустриальная революция, вот он новый вид транспорта, и вот те самые новые города, многоэтажные, вот такие многослойные, через которые мы будем маневрировать на этом дирижабле. И вот здесь представлены в данном случае это эскизы, как раз-таки поиска вот этой вот формы, поиска элементов инсталляции, потому что инсталляция желания быть уязвимым, она огромная, она состоит из 10-12 частей, если я правильно помню. И для каждой из частей инсталляции есть, собственно, как раз-таки свой эскиз, свой макет, где Либулл пытается отразить то, что она видит, то, чем потом станет этой инсталляцией. И, конечно же, вот здесь такой, видите, как будто бы гараж, да, где вот этот дирижабль запарковался, потому что как раз-таки впервые работа была представлена в огромном ангаре, да, в таком промышленном. И такая небольшая история о том, что самый первый дирижабль, который был изготовлен для Бейнале в Сиднее, он был действительно огромных масштабных размеров. Наш манеж петербургский, он чуточку поменьше, чем огромный ангар. И специально для нас, специально для выставки, Либулл делает новый дирижабль, который будет копией, да, но уменьшенной, так, чтобы он в наш манеж поместился. Это тоже достаточно интересно, да, о том, как художница размещает и видит свои работы в пространстве. Потому что сами инсталляции, они действительно очень архитектурные, и очень много возвращают нас, часто возвращают нас вот к этой вот истории про русский аваргард и утопическую архитектуру. Вот здесь вот я как раз-таки попыталась выбрать фотографии с той самой Бейнале. Вот можно попробовать просмотреть. Видите, на фотографии внизу, да, человек едет на велосипеде. Это вот, в принципе, масштаб, размеры вот этих вот инсталляций, насколько он вот смотрится в этих работах. Тот самый огромный дирижабль. Видите, наверху на презентации там есть такая, ну, условно говоря, прозрачная пленка, и как раз-таки рисунок для вот этой вот инсталляции, он вот так же здесь в углу и представлен. Да, вот эти вот параллели, вот эти вот поиски того, как это будет смотреться. Желание быть уязвимым — это одна из центральных работ Ли Бул вот этого вот периода творчества крупномасштабных инсталляций. Она очень узнаваемая, и многие искусствоведы, многие арт-критики часто обращаются к ней, анализируя как раз-таки творчество южнокорейской художницы. Еще одна работа. Здесь я не показала в данном случае то, как Ли Бул шла к этой работе. Она называется «Город солнца 2». Город солнца — это тоже возврат к вот этой вот утопической истории о том, что однажды мы окажемся в городе солнца, где не будет войны, где мы все будем жить долго, счастливо, хорошо и прекрасно. И как же это будет, да? Какие люди там будут жить, какие они будут, чем они будут заниматься. И на самом деле, рассуждая вот над всем над этим, таким достаточно философским вопросом, какой он идеальный город, родилась инсталляция «Город солнца». Опять же, видите, да, масштаб вот этой инсталляции, вот здесь она где-то начинается, вот там вот в конце стоит человек, огромные зеркальные панели, лампы, да, которые такой город солнца современности, как стеклянные панели вот этих вот огромных высоток, да, среди которых мы оказываемся, где на самом деле нету солнца. И вот эти вот лампочки, да, которые подсвечивают наш путь в этом городе солнца, где его как будто бы нету. Поэтому это такая на самом деле очень глубокая игра со смыслами и с нашими ощущениями, потому что я думаю, что мы понимаем прекрасно, что обращаясь к искусству, мы обращаемся прежде всего к своему собственному эстетическому опыту, да, то, что мы испытываем в момент изучения, просмотра того или иного произведения искусства. И вот как раз-таки город солнца 2 — это такая инсталляция, в которой можно замереть и подумать, да, подумать, порассуждать о новых больших городах и о себе внутри вот этого бесконечного, казалось бы, пространства, где и ты отражаешься в этих стенах, окнах, зеркалах, которые тебя окружают. И я уже говорила, что в своем творчестве Либул очень активно обращается к русскому авангарду, и в рамках нашей выставки «Утопия спасенная» мы специально приняли решение обратиться к русскому авангарду, который находится в региональных музеях. Безусловно, у наших прекрасных соседей и русского музея Эрмитажа огромные коллекции, но мы хотели показать то, что скрыто, то, что еще не привозили в Петербург, и один из российских художников, как раз-таки, к которому обращается Либул, это Иван Леонидов, и у него есть целый проект «Город солнца», как раз-таки предыдущая инсталляция, которую я вам показывала. Будут представлены работы Ивана Леонидова, безусловно, куда без Малевича, без Малевича никуда. Естественно, любой иностранный художник, иностранный архитектор, неважно, из Южной Кореи, из любой другой страны, всегда, когда речь заходит о русском авангарде, конечно же, говорит в том числе и о Малевича. Александра Экстер, ее тоже абстрактная работа, город Киев. Очень интересно, да, вот эта вот история продолжается с дирижаблями, потому что это фотография Циолковского с моделями оболочки дирижабля, которую он пытался сконструировать, уже металлический дирижабль, да, не шар, а дирижабль из металла. Это было такое большое очень исследование, которое он проводил. Естественно, Эль Лисицкий, Яков Черников и его вот эти вот такие архитектурные работы, которые тоже очень сильно, да, может быть, отчасти вот эта инсталляция «Город солнца» Либул, да, есть какая-то параллель вот с этой вот работой. Собственно, весь русский раздел, в том числе, Либул подбирала и выбирала самостоятельно. Она очень трепетно относится к этому проекту и ко всему, что внутри него происходит. Это очень здорово, очень приятно. И в какой-то момент, когда мы разговаривали в очередной раз по Зуму, Либул сказала, что даже ей за счет того, что мы как раз-таки обратились с русским авангардом в региональные музеи, ей удалось открыть для себя какие-то новые работы, которые она действительно еще не видела сама, да, то есть она знает художника, но там какую-то ту или иную работу она, например, не встречала. Это очень здорово, это очень приятно, нам тоже, скажу честно. Все работы, которые… точнее, не все работы есть здесь на презентации, которые будут представлены. Это порядка 30 региональных музеев, и там у нас где-то 25 работ получается, в том числе посуда, оригинальный фарфор Малевича, по эскизам которого он был сделан на Ленинградском фарфоровом заводе. Следующий этап, про который я хотела бы рассказать, а можно вас попросить включить видео? Видео будет без звука, не пугайтесь, оно не сломанное. Я сейчас тоже на него посмотрю и немножко расскажу. Когда мы созваниваемся по Zoom, мы начинаем обсуждать то, как в Манеже будет устроена сама экспозиция. Видите, это макет. Я покажу еще его фотографии. Один к 50 – это полная копия Манежа в Петербурге, который Либул в студии со своей командой сделали с микроработами, со всеми, которые будут представлены у нас на выставке. Там даже человечки есть. Посмотрите, насколько это… не знаю, мы были потрясены, когда увидели этот макет впервые. Это как раз тот самый дирижабль, который изготавливается специально, немножко уменьшенная его версия для выставки в Манеже, такой фольгированный. У него внутри там есть специальное устройство, которое всегда поддерживает его прекрасную форму, идеальную, блестящую. Дирижабль, и такие все крупномасштабные инсталляции уже плывут к нам из Кореи на огромных кораблях. Я надеюсь, что с ними все будет хорошо. Они в пути. Естественно, все инсталляции, которые я показывала в презентации, они приходят в разобранном виде, и потом уже на месте в Манеже мы их будем собирать, потому что, конечно, очень сложно уместить такие объемы для передвижения. Это тоже часть инсталляции сжирания быть уязвимым. Это еще одна работа, которую готовят, которая будет представлена в Манеже. Вот, все. Небольшое короткое видео. А вот, собственно, фотографии как раз-таки вот этого вот макета, которое сейчас было на видео. И это второй этаж. У него съемная крыша. Она поднимается. Там можно двигать человечков. Там расставлены все работы. Сейчас я покажу еще несколько фотографий. И это тоже такой на самом деле, я думаю, что вы знаете, достаточно, очень архитектурный подход. Всегда делать макет, всегда размещать все. Так как сама художница Ли Бул, она абсолютный перфекционист, то, конечно, ей хотелось не только на картинках иметь представление, потому что обычно все-таки уже сейчас все работают в 3D, на компьютере. Ей хотелось вот самой все вот это расставлять, двигать, иметь какое-то такое объемное понимание того, как это будет выглядеть в пространстве. Это разрез, первый, второй этаж. Это вот такая крупная съемка. Видите, вот здесь на нижней фотографии, вот девушка гуляет среди инсталляций «Город солнца», например, висит тоже уменьшенная копия одного из рисунков, аванс-зал манежа на входе, как будет выглядеть входная группа. Так, сюда я еще приду. Сейчас я еще пару слов скажу буквально про открытие проекта. Выставка для публики у нас откроется в петербургском манеже 16 ноября. Тем не менее, самое первое открытие у нас пройдет 11 ноября, в нулевой день культурного форума, который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге. И также 11 ноября в рамках культурного форума у нас состоится симпозиум, который будет как раз-таки посвящен, это будет симпозиум мероприятия на целый день, который будет посвящен связи русского авангарда и азиатского искусства. К нам приедут, естественно, и Либул, сама художница, кураторы выставки, искусствоведы из Азии, также искусствоведы из России будут присутствовать, ну, естественно, да, чтобы у нас был диалог, а не монолог. Если вы вдруг будете в Петербурге, я обязательно всех приглашаю и на культурный форум, на самом деле туда можно зарегистрироваться совершенно спокойно, это бесплатно. И непосредственно к нам в Манеж обязательно приходите. Эта выставка Либул в России проводится впервые, это действительно очень интересно. Но это еще не все бонусы этой выставки. Специально к выставке «Утопия спасенная» вместе с нашими партнерами организации «Свободные художника Петербурга» Валерия расскажет более подробно. Мы готовим каталог выставки. На обложке совершенно новая работа Либул, которая нигде еще не была показана. Она сделала ее в 2019 году. Это большая абстрактная работа, которая выполнена на Бархате. Там очень сложная техника, она использует, здесь, может быть, не очень видно, потому что ребрит чуть-чуть экран, там есть и перламутр, да, это такая, на самом деле, объемная композиция, очень интересная. Это серия работ на Бархате, и одна из них будет представлена в Манеже, и у нас, собственно, на обложке каталогов. В каталоге, работая с выставки, все обзор творчества Либул, да, как развивалось ее творчество, статьи кураторов, статьи русских искусствоведов, статьи зарубежных искусствоведов, которые исследуют ее творчество с разных сторон, полностью весь русский раздел, поэтому, так, у меня чуть-чуть перебежало, поэтому, пожалуйста, приходите, покупайте, мы на книжной ярмарке, в следующем году привезем на ярмарку, в этом году будет в Петербурге, и я передаю слово Валерии. Да, здравствуйте, добрый день, меня зовут Валерия Димкович, и я представляю автономную некоммерческую организацию по развитию искусства и культуры «Свободные художники». Наша организация была сформирована на основе, на фундаменте уже существовавшего проекта с 2009 года, проекта «Свободные художники Петербурга», который, в свою очередь, был учрежден представителями логистической группы «Адмирал», учредителями этой логистической группы Юрием Ивановичем и Дмитрием Ивановичем Саулиди. Изначально наш проект занимался воссозданием и реставрацией храмовых построек на территории города Кронштадт, а также помощи молодым и юным дарованиям художественной школы непосредственно тоже города Кронштадт. Затем, расширяясь, мы подумали о нашей деятельности, какая она может быть, и мы решили, что проектная деятельность это самый лучший вариант. И за эти 11 лет уже существования нашего проекта мы поучаствовали в организации различных мероприятий с такими государственными учреждениями культуры, как Государственный русский музей, Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени Барона Штиглица, Российская академия художеств, а также Центральный выставочный зал «Манеж», но который в Санкт-Петербурге. Также у нас есть совместная издательская программа. Как бы предисловие, наша издательская программа появилась не случайно. Учредители логистической группы «Адмирал» сами являются частными коллекционерами, и изначально предполагалось выпускать каталоги и альбомы к выставкам художников, мастеров петербургских, ленинградских школ, мастеров московской современной живописи. Так, в общем-то, и получилось. На данный момент наше издательство насчитывает порядка 50 публикаций. Из них 12 совместно с издательством Государственного русского музея, это «Палас Эдишн», и 5 совместно с «ЦВЗ Манеж». Как вы можете видеть на экране, это «Красота плюс-минус», это «Семидесятый», «Сопричастность», «Жизнь после жизни», «Христос в темнице», а также наш бестселлер, это «Динека Самохвалов». Непосредственно с нашей продукцией, с нашей издательской программой вы можете познакомиться более подробно на стенде К3, стенде «ЦВЗ Манеж» Санкт-Петербург. Мы будем рады познакомиться с вами, пообщаться и выбрать для вас идеальный подарок. Спасибо за внимание. Так, давайте сейчас… Спасибо большое, Валерия. Спасибо действительно Дмитрию Ивановичу, Юрию Ивановичу Саулиде за то, что они делают. У нас есть совместная издательская программа. Сейчас я вернусь на самый первый слайд. Быстренько отмотаю. Вот он, на самый первый слайд, который рассказывает о проекте. Здесь есть слушатели, которых еще не было, когда я его показывала, на дорожку. Напоминаю, Любул Утопия Спасенная, Утопия Сейфт с 16 ноября по 31 января 2021 года в Петербургском Манеже. Пожалуйста, приходите. Будем рады вас видеть. Большое вам спасибо за внимание. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok